Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Хей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Дельта Рун РПГ в Андертелле, если ты до сих пор не понял. Короче, мы в прошлой серии, Тьюзи от нас убежала, у нас появился принц, и теперь похож на магазин, но дверь заперта, а внутри никого нет. Я так понимаю, никакие двери открыты сейчас не будут просто потому, что нам рано в них заходить, правильно я понимаю? Заперто, да, правильно я понимаю. Хорошо, нам сказали, что Сьюзи пашет. Крис, ты ведь знаешь, что можешь бежать, зажав Ку? Что? Ну я знаю, почему Ку-то. Правда? И ты же все, ты все же этого не делаешь? Верно, кто знает, сколько таких диких деньков осталось. Нет, ничего плохого в нетеропливости, Крис. Ку, я же на шифт, по-моему, бегал. Ну, принципе, какая разница. Так, нам надо на восток, восток у нас справа, погнали. На самом деле не Ку, а шифт, потому что, как бы... А, то есть, на рейс, раскладка, которую я настраиваю сам, есть раскладка по умолчанию, хорошо. О, Крис, это тренировочный манекен, я сам его сделал. Похоже, сейчас отличный момент, чтобы подготовиться к встрече с врагом. Хочешь, я научу тебя сражаться? Ну, давай. Хорошо, приготовься, Крис. Видишь, это сердечко, Крис. Да, бля, я как бы понял это изначально уже, ну. Это твоя душа, благодаря ей ты живешь. И внутри нее твоя воля, твое сострадание. И судьба этого мира. Когда в сердечко попадают, ты и твои друзья теряете очки здоровья. Если все шкалы очки здоровья достигнут ноль, мы проиграем битву. Так что, пожалуйста, постарайся избегать вражеских атак. Приступим. Давай попробуем уклоняться. Давай, окей. Музяка здесь тоже топовая, кстати. Вообще хороша. Хорошая работа, Крис. Да у тебя талант. В любом случае, после атаки врагов наступает наш ход, Крис. Для начала я научу тебя сражаться. Хоть сражаться и не обязательно в этом мире. Лишним это знание не будет. А, так мы можем, типа, пацифист, то же самое, что ли? Давай попробуем сразиться. Действие, вещи, пощаду. Да! Здесь то же самое, смотри. Окей. Ну, давайте манекен атаковать. Окей, 60. Ого, Крис, это была замечательная атака. Тебе что, это уже не впервой? Хорошо, давай дальше попробуем защиту. Просто защищайся, и противник ранит тебя не так сильно. А кроме этого, ты еще будешь получать ОН. Смотри на большую иранжевую шкалу слева. Окей. Я расскажу о ней дальше. ОН, допустим. Отличная работа, Крис. Теперь, когда у тебя накопились ОН, как начнет потратить его на магию? Если противник побед достаточно, то он становится уставшим. Теперь, если я использую на него мое успокоение, он уснет, и мы сможем победить мирно. Ээээ, давай магия. Нихуя себе. Успокоение. Манекен, без сил. А Ральзеи применяет успокоение. Отлично, Крис. Сейчас мы бы уже праздновали победу. Теперь мне нужно еще кое-чему тебя научить. Действия. С их помощью даже самые безжалостные враги могут быть повержены путем различных добрых действий. Крис, хоть это и всего лишь манекен, почему бы тебе не обнять его? Давай. Действия. Манекен. Обнять. Вы обнимаете манекен. О, замечательно, Крис. Каждого противника удовлетворяет свое действие. Когда противник удовлетворен, его имя становится желтым. Когда это происходит, ты можешь одолеть его, используя его в пощаду. Если всех противников щадить, то сражаться и не понадобится. Блядь, музыка хорошая. Давай щадить. Так, подожди. Нет, щадить. Крис щадить манекен. Отличная работа, Крис. Настоящая битва на этом бы закончилась. Я так счастлив, что мне выпал шанс учить тебя, Крис. Сука, музяка нормальная. Так вот, подожди-ка. То есть, получается, здесь есть концовка такая-такая, типа средняя, есть концовка пацифист, здесь концовка геноцид. Внезапно. Вы победили, получено 0 и 1 Д. А, ну, значит, того я тоже не убивал, потому что мне там 0 опыта дали. Ой, это было весело. Ты быстро учишься, Крис. И если тебе понадобится освежить память, я... Вот, я написал справочник для вас со Сьюзи. Нажми С, чтобы открыть меню, выбери вещи и используй его. А вы получили справочник. Окей. Ну, давайте тогда никого особо не бить. Просто прикол в том, что когда ты никого не бьёшь, в Андертейле был свой довольно большой, интересный, широкий сюжет. Как бы он сильно отличался от... Какого? Рецидива, блядь. От этого? Какого? Блядь, всё вылетело, словопреки. От геноцида, вот. Но он был реально интереснее, чем геноцид. Поэтому давайте здесь как бы к людям и к монстрам подходить особый подход находить и не будем их бить. Боже, великая дверь была открыта? Неудивительно, что ластер сумел пройти. Крис, как только мы пройдём через эту дверь, наше приключение действительно начнётся. Путешествие в точности предсказанное пророчеством. Но, Крис, я верю, что твои решения тоже важны. Этот мир населяют самые разные монстры, Крис. В конце концов, вся разница лишь в том, как мы к ним относимся. Так что давай постараемся обойтись без сражений. Давай, окей. Если нам удастся, я верю, что у этой истории может быть хороший конец. В противном случае, я боюсь, что ты можешь посчитать итог неблагоприятным. О, прошу прощения. Я слишком многого прошу. Да ладно, я справлюсь не с сын. Крис, я сразу увидел в тебе героя. Давай постараемся, хорошо? Ну давай. Я уже решил, что мы будем тогда нормально, по красоте, по-пацански, по-добродушному. Вот это мы будем хорошо всё делать, никого не будем трогать и никого не будем обижать. Поехали. А зачем ты захлопнул, сука? Подозрительный маленький принц. А он же изряд захлопнул, да? Моя наркомания пошла. С закрытием двери позади вас ваше приключение наконец началось. Сила приключения сияет внутри вас. Давайте сохранимся, окей. Подожди, куда Сьюзи-то убежала? Что за бред? Сьюзи! Сьюзи-сьюзи ты где? Сьюзи! Сьюзи вернись, мать твою, за ногу! Вот умеют люди музыку писать? Вот серьёзно, я не знаю почему. Она вся практически охерительная. Сука. А впереди враги. Вам крышка. Подпись Лансер. Лансер это как Флау и получается, что типа шло-то типа него. Это типа кач-кач-кач-кач. Бляха, я же бегать умею, ладно. Рудин приближается. Нет, не атака, а действие. Действие Рудин. Давайте оценим его сначала. Рудин приближается. Это что? Это что, он оценивает его? А, у каждого героя есть свои способности. Ну, давайте защиту поставим. Так, Рудин атака 6, защита 0. Алмаз не лучший друг девушек, если он бубнит. Чего? Да здравствует парень, что платит нам? Ах ты собака такая. Бляха, а можно сражение попроще. Ай-яй-яй. Так, нас не ударили, нормально, да? Так, действие Рудин. Давайте его поучать будем. Пахнет драгоценностями. Так, а это опять защита делает. А, ну, чтобы магию применить. Вы рассказываете противникам о том, как важна ваша доброта. Противники устали. Озевает. Ладно. Так, хорошо. Блин, музяка мне здесь определенно нравится. Так, Крис, действие Рудин. Давайте его убеждать. А, теперь пламя, успокоение, Рудин. Вы сказали Рудину перестать сражаться. Это было крайне действенно. А Райль заприменяет успокоение. Вы победили. Получено. Ну, окей, да. Окей. Бляха, как же хорошо, что музыка не сначала начинается. Сука, Тендертейл можно просто было любить за музыку. Это тоже, судя по всему, можно. Если вы это читаете, значит, вы мертвы. Подпись, Лансер. Если вы это написали, значит, вы дебил, блядь. Потому что нельзя читать мертвым, Лансер. Нельзя. Ты, конечно, прикольный, но ты тупой. Какая винушка стоит опять. Здорово, подожди-ка. Эй, не читайте этот знак, он еще не завершен. Подпись, Лансер. Ого, это же моя любимая парочка. Ха, поверись. Вы даже не входите в мою пятерку лучших. Лансер, где Сьюзи? Ты про лиловую девчонку? Ха-ха-ха. Глупцы, вы опоздали. Что ты с ней сделал? Ага, все, очень просто. Она меня побила, так что я убежал. Как-то это не оправдало ожиданий. И что, и все, ты будешь тут стоять? Эй, если вы последуете этим путем, мои солдаты вас отмутузят. Это что, угроза? Я предпочитаю думать об этом как о приглашении. А если мы пойдем сюда? А здесь тупик, внезапно. На таких деревьях не растут предметы, которые могут вас вылечить. Ни в коем случае не осматривайте дерево и не нажимайте С, чтобы открыть ваше меню. Понятно? Подпись, Лансер. А, окей. С дерева свисает два предмета. Взять один? Да. Мы получили темную конфету. Здесь стоит конфета. Взять? Естественно. Мы получили темную конфету. Так, темные конфеты меня лечат, да, так понимаю? Вещи. А, предназначение неизвестно. Лечит 40 ОЗ. Чёрно-красная звезда на вкус как зефир. А, ёба. А, ну хорошо. Блин, спасибо. Лансер, конечно, молодец. Лансер, это винушка красавчик. Какой лансер? Он винушка его зовут. Он, тебе говорят, винушка. Винушка. Он больше на неё похож. Давай, догони меня. Лох. Давай, давай. А, так ты не пойдёшь сюда. Догоняет, смотри, всё равно даже с этим. Так, ожерелье из руднинов встает у вас на пути. Пожди, рудины, это какие-то бриллианты, действительно. Так, рудин убедить. Давайте убеждать. А ты у меня будешь защищаться, окей. Выскали рудин, перестань сражаться. Да было крайне действенно. Хорошо. Ага, думаю, в этом есть смысл. Да, здравствуй, парень, что платит нам? О, в смысле, с обеих сторон, вы чё? Да и можешь с тобой договориться, не будешь драться, дурачина. Так, действие. Рудин убедить. А, так тут можно либо убедить, либо усыпить. Всё, тут два пути, я понял. Мы с камерами перестать сражаться, это было крайне действо. Ну, конечно. Ага, да. Подожди, а второй чё, взбудился опять, что ли? Чё вокруг моего сердечка появляется непонятная эта херня? Так, пощада. Пощада. А, обоишь на обоих сразу? А, ты тоже можешь посидеть. А, стоп! Надо было тоже щадить, ладно. А, так они оба могут щадить. А, я думал, только Крис может щадить. Я понял, всё, ладно. Пощада. Я думал, почему-то, что только главный герой может щадить. Типа, только у него есть такие привилегии. Типа, он царь и бог, король и обосраться. Оказывается, нет у всех подряд. Ладно. Допустим. Обдели, получено 74 доллара. Можно даже чуть-чуть звука себе прибавить, чтобы музяку послушать. Мне реально-реально нравится. Так, и кто такой? Ха-ха, кто такой? Мамма-мима, меня зовут Топчев. Я в поте лица выпекал свой новый торт. Так что я решил немного вздремнуть. Но, мамма-мима, я проснулся от страшного шума. Я застал ужасного зверя, склонившегося над столом и пожирающего торт. Я брызнул на него водой. Зверь зашипел и убежал. На мой чудесный торт. О, Крис, похоже, это Сьюзи. Должно быть мы на правильном пути. Давай постараемся уберечь ее от новых неприятностей. Бляха, ну ты, конечно, мразь, Сьюзи. Но ты человек готовил. Останки торта все еще тлеют. Взять кусочек. Конечно. Ха-ха-ха. Сломанный торт добавлен в важное. А, это как, знаешь, это, наверное, как в Вандертейле было с паучихой. Типа ей нужно было кусочек пирога паучьего там что-то дать. И она, типа, не такая жесткая. А, ну окей. Так, а мы, типа, взяли его, да? Мама-миба, мама-миба. Вы знаете этого зверя. Прошу у него возвращайтесь. Это мой, блядь, мы же. Да мы же не... Ой, что это? Мы не специально... Ну мы же не знали, что она такая... Ну мы вообще тоже к ней плохо относимся, если что. Ой, бляха, опять вы, здорово. Почему их нельзя бегать? Так. Бля, как мне нравится эта музыка. Так, Рудина надо убедить. А его этот сразу тогда пощадит до кучи. Смотри-ка сразу. Раз там перестать сражаться. Идеальная комбинация. Нормально. Но мы теперь запоминаем все эти, как их называют, последовательности действий. И все будет работать хорошо. Так, ты кто такой? Ох, ей. Сердце нам показывает. Что это? Что это? Ой, блядь. А в смысле... А что? А, надо было вверх подняться. Бля, ты чё? Так, действие хати. Льстить всем. Что это значит? Вы приказали Ральзи польстить всем противникам. А такой же сал. Чуть позже я планировал выпить чаю. Желаете присоединиться? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блин, столько хпшки у меня подрезали. Смотри. А как там можно было угадать, когда он вверх полезет, когда вниз? Просто это как бы нереально среагирует. Ой, деревца. Да, взять предмет, да. А почему, почему, почему? Типа имеется в виду, что я могу брать оба или только оставлять одно, или чё? Я их буду собирать, мне пригодится. Получили тёмную конфетку, хорошо. Загадки, бляха, загадки. Посмотрите на часы. Чтобы решить эту головоломку, вам нужно поспешить. Ага. Чё? Что? Хе-хе-хе-хе. И как-то разделяться можно, что ли? Ты что, не помнишь? Что, ты можешь бежать? А, бежать! Так бы сразу и сказали. Люпки-мень. Одновременно нужно нажать. Я, блин, я понял, что одновременно. Но я же не помню, что я могу пишать. Спасибо тебе, мой принц, за подсказку. Так, окей, лабиринт смерти, отлично. Узрите лабиринт смерти. Приготовьтесь заблудиться, клоуны. Подпись Винушка. Никаких лансеров здесь больше не будет. Отныне он только... Что за хобби? Ну как? Уже чувствуете себя абсолютно беспомощно перед этими изгибами и поворотами? Ваш внутренний компас вас не спасет. Винушка. А, это какой-то враг. Похоже, его избили. Я даже знаю, кто. Она вообще какая-то безбашенная. Так, стоп! Где я? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Я потерялся! Винушка. Опять он. Опять избили врага какого-то. Блях, тут всех покромсали. Вы открыли сундук с сокровищами. Внутри белая лента. Белая лента теперь хранится у вас в броне. Эта лента броня, Крис. Она повышает защиту. Почему бы тебе не попробовать надеть ее в меню копировки? Думаю, она будет прекрасно смотреться на тебе. Я полностью согласен. Так, копировка. Кипо-кипировка. А как? А, Крис. Белая лента. Бляха, сложно сделано. Милота прибавилась. Плюс милота, отлично. Плюс милота. Ну, а как ты хотел? По-другому никак. Нам нужно держаться все время востока или нет? Что это? Что это? Эй, постойте. Хоть вы мне и враги, но я должен предупредить вас. Здесь бродит лиловое чудовище и избивает всех на своем пути. Нам даже не нравится сражаться. Король не оставил нам выбора. Ох, Крис. Нам нужно остановить Сьюзи поскорее. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И вздевается над местными людьми, серьезно? Я тебе говорил, она плохая. Она изначально прям по невидиму, что она какая-то, сука, совсем неадекватная. Эй, не смотреть. Это частный знак. Подпись Винушка. Какой в смысле частный знак? На нем не написано, что он частный. О, надо было идти сюда. Подпись Лансер. Ну, выбрал Лансер. Винушка. А вот и Винушка. Хо-хо-хо. Вы каким-то образом вышли в лабиринте. Но рано радуетесь. Посмотрим, как вы выстоите против этой команды. Да. О, как же, бля, не могу просто. А можно применить общее? Вот. Вы приказали всем противникам. И они все пожелтели. Нам не нужны ОП. Ваша улыбка уже достаточно. Награда. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, подожди, один купился, один нет, да? Эй, почему вы еще не отмутужены? Вы же в абсолютном меньшинстве. Ты создал команду исключительно из противников поддержки. В поведении их пуль вообще не сбалансировано. Это как обед, состоящий из трех стаканов молока. А это... Нормально? Почему бы нам не поговорить об этом после битвы? Действительно. Так, а... А, все пощадились, хорошо. Красиво. Крис щадит этого, Ральзи щадит этого. А ты будешь атаковать. Хорошо, сергетчика. А, я понял. Окей, куда низ, туда и поедет. Так бы сразу и сказали. Ну, в конце-то концу. Молодец, Крис. Мы получили 85 долларов. Класс! А сколько получу я? Ты проиграл, венушка. Ты ничего не получишь. А можно взять немного у вас? Нет. Ладно, пока, неудачники. Такой прикольный. Венушка, бляха. Че как? Сука, ты злодей или кто? Я думал, ты убегал. А, я уже закончил. Он злодей или он просто по приколу здесь ходит? Сука, не могу, нахуй. Да давай быстрей, да, ёптай мать. Да, он так быстро не бегает. Он не бегает так быстро. Я тебе реально говорю, не бегает так быстро. Ты, блядь. Тут еще надо попасть, как-то умудриться. Да я знаю. Что-то упускаю. Может, там стоит попробовать пройти в следующую комнату. А! А, настроя будет, конечно же. Откройся, тупая ты дверь. О, отлично. Это вы, ребята. Сьюзи, мы так за тебя волновались. А как ты прошла те шипы? Переступила через них. Но это дверь. Отстой. О, не волнуйся, Сьюзи. Она откроется после того, как мы решим головоломку. Отлично. Скажете, как только закончите. Э, Сьюзи, нам нужна ты, чтобы решить ее. Порой, чтобы пройти дальше, будут нужны все трое из нас. К тому же, только Крис может запечатать темный источник. Так что, если ты не пойдешь с нами, то не сможешь попасть домой. Значит, вы говорите, что я должна держаться с вами. Ага. Давайте уже покончим с этим. Ура, Сьюзи вернулась в команду. Трубите фанфары. Сьюзи. Присоединилась. К команде. Сьюзи держится от вас на расстоянии. Будто она с вами не знакома. Сука. Это эпично было, да? Тю-тю. Поехали. Раз. Два. Похоже, дверь открылась. Да, окей. Давайте пошли. О, Крис. Я только что понял, что Сьюзи пропустила обучение. В следующей битве нам стоит показать и как действовать. Я думаю, ей действительно понравится. Давайте, окей. Так, это кто? Пиня? А, шашка. Шашка яростно атакует. Знаете, совет разве о Сьюзи и действиях. Окей. Так, ну, Крис, давайте шашку предупредим. Ну, вы предупредите шашку насчет Сьюзи. Она едва понимает, что это значит. А, окей. Эй, стоп. Какого черта вы даете совет врагу? Ну, чтобы случайно не навредить ему? Вовреди ему вся суть, кретин. Он нас напал. За это он умрет. Все просто, правда? Ну, Сьюзи, что если враг окажется, ну, хорошим? Ладно, а, у этого есть название. О, какое? Бей первым. А, вы идиот, она сбежала. Ух, едва справились, Крис. Может, не стоит поговорить с ней? Мы увидели. Вот это, блядь, хода топором своей мамбой, это... А, поменьше мотай, дура. Ты хочешь мне врагов, что всех поубивать? Придурочная, блядь, это же додумалось врагов мне убивать. Хе-хе-хе, я тайком подкрался сюда и сделал знак. Хе-хе-хе. Окей. А когда он успел? Э-э, Сьюзи, ты, наверное, пропустила то, о чем я говорил ранее. Как у героев, у нас есть возможность обеспечить мирное будущее. Поэтому отныне давай будем избегать сражений, хорошо? Э-э, почему бы тебе не быть с ними полегче? Если ты ослабишь противника, я смогу использовать магию успокоения, которая может усыпить уставшего монстра. Э-э, ага, ты уже меня утомляешь. Ну, эм, просто подумай об этом. Похоже, нам придется предупреждать врагов насчет нее, Крис. Окей, так, а что это такое? Какой-то у меня заусенец вылез, вот такая гадость. Так, а, сохраниться. Сьюзи, лиловый изверг теперь ваш союзник. Окей, сила злых девчонок сияет внутри вас. А есть много Сьюзи, мне интересно, среди вас, нет? Эй, эй, малыш, хочешь купить справочник? Всего лишь 50 темных долларов. Почему он похож на какого-то пеновира, блядь? Хе-хе-хе, эй, малыш, малыш, малыш. Хочешь купить справочник? Малыш, опа. У меня нету. А какой справочник-то? Вошел ты в жопу. Ха, я что, сказал 50? Ох, стартовала с продажи 20. 20 темных долларов. Не. Один, только один доллар, пожалуйста, прошу. Мне это сейчас необходимо. А, ну, хорошо. Правда? Вы передумали? Хе-хе-хе. Прошу за мной, светломены. А че за наебалово? Простите нас, обычно мы занимались головоломками, но... Но мы были вынуждены делать справочники, чтобы сводить концы с концами. Заполучив власть, король всех уволил, заменил всех создателей головоломок им. Ру? Создатель? Я знаю, кто это. Хе-хе-хе. Кто у нас делал устроенные ловушки, бля? Теперь он будет делать головоломки? Рулсом кадром, победителем головоломок. Будьте осторожнее. А, окей. Он моя специализация. Отвечу на любой вопрос. А, он, это очки навыка. Секрет. Он сохраняется только в бою. После победы сведутся к нулю. Между битвами их не сохранить. Нет смысла больше нужного копить. Но оставшийся он становится деньгами в конце битвы. То есть, все это время мне стоило копить очки навыка? Ха-ха. Сум. Да? А ты что мне это не сказал? Ральзи и моя специализация. Отвечу на любой вопрос. Факт. Того, кто бездом без... Без... Безвозмездно нам деньги отдаёт. Ральзи вмиг обнимет и милым назовёт. Нет, не так. Тебе не нужны деньги, чтобы я это сделал. Ха-ха-ха. Окей. А, Сьюзи, моя специализация. Отвечу на любой вопрос. Давайте факт. Того, кто безвозмездно нам деньги отдаёт Сьюзи. Не, мне пофиг. Я сильно ошибался. Похоже на твой счёт. Ха-ха-ха. Окей. Крис, моя специализация. Отвечу на любой вопрос. Факт. Хорошая идея сделать нас богаче. Ведь останется... Станете счастливы... Ведь станете вы счастливы и адрены удачи. Яму для пожертвования мы здесь откопали. Ранее была коробка, но её украли. Так, подожди. А... Это нам можно узнать про возрождение. Коль очки здоровья на нуле, тут же друг ваш спадёт. По секрету скажу, что его в старой вернёт. Лечение магия поможет. Тоже касается еды. А оживляющая мята спасение от любой беды. Даже простые вещи и заклятия могут оживлять, да? Ага, именно об этом я и говорю. Так, ну, в принципе, больше ничего интересного здесь нет. Ямные цели. Один доллар ежемесячник еженедельно. Десять долларов еженедельник ежемесячно. Сто долларов оставить производство. Что, блядь? Яма для пожертвований. Если вам понравилось, наши справочники, пожалуйста, бросьте свои деньги в яму. Давай. Бросать доллар в яму. Яма становится заполненной. То есть скоро появится яма до краёв заполнен деньгами. Так, мне справочники сдали, нет? Так, вещи. Справочник. Ну, справочник это нам дали. А, ну, то есть надо ждать, что ли, пока он вырастет там? Король даже не выплатил нам выходное пособие. Его сын просто понадавал нам шапок. Колючих шапок. Окей, бля, не везёт пацанам совершенно, да? Чё за лавка? Хе, приветствую, путешественники. Поговорить. А тебе что, не о чем заняться? Так о себе. Меня зовут Шом. Кличка Шов. Приветствую в моей булавке. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я годами собирал всякую всячину. Конечно же, я ни к чему из этого не привязан. Это просто моё хобби. Здесь ты либо находишь способы убивать время, либо сходишь с ума, как все остальные. Так, светлые. Давным-давно тёмные жили в гармонии со светлыми. Они были для нас как боги, наши защитники, наши создатели. Те, кто дал нам цель. А затем однажды нас всех здесь просто заперли. И светлые так и не вернулись. Озломленный, король взялся за оружие и вознамеялся отомстить светлым за то, что они бросили нас. Конечно, даже среди его войск некоторые всё ещё надеются, что светлые вернутся. Так, королевство. Исторически этой землёй правили четыре короля из карточного замка на востоке. А-а-а, поэтому винушка, сын одного... А-а-а, так он сказал, он будет лучшим ребёнком. Всё, понял, нихуясь, он сын короля. Но недавно появился странный рыцарь, и троих королей отправили в темницу. Теперь к власти пришёл оставшийся король со своим странным сыном, свинушкой. Эта земля не видела такого количества хаоса с тех пор, как... Ха-ха-ха, что ж, об этом вам не обязательно знать. Так, мы легенды. Ха-ха-ха-ха, так вы те самые герои, что запечатают наш источник? А-а-а, удачи. Для меня это не имеет значения. Ни в свете, ни во тьме нет будущего для тёмного в моём состоянии. А-а, ну хорошо, выйти. Так, чё можно купить? Тёмная конфета, тёмнургер, янтарная кар... Ох, броня, защитный оберег, янтарная карта, меч ужасов. У-у-у. А нахера у меня, мы же не ерёмся? Это типа на геноцид надо брать будет. Ну ладно, я ничего не буду брать. Можете не торопиться, будто вам есть куда. А чё можем продать? Продать вещи, продать оружие, продать броню. Оружие продать? А, ну хорошо. У меня оружие есть, но он типа нацеплен, поэтому не буду. Сведемся. Или нет. Ха-ха-ха-ха. Блять, какая же музыка здесь хорошая. Я не могу просто, музыка прям... Сьюзи, лиловый изверг, теперь ваш союзник. А, мы знаем это. Окей. Лавка шома. Так, это чё, выход? Или это куда-то вход? А, винушка. Ха-ха-ха. Заебал. Вот это да. Вернять мои оладьи. Клоуны снова вернулись. Ну, плохие новости. С момента нашей встречи, пару минут назад, я успел создать абсолютно новую команду, готовую вас остановить. Даже лиловая девчонка не сможет помешать мне. Хо-хо-хо-хо-хо. Вы готовы быть? Заткнись. Заткнись ты уже. Хо-хо-хо. Это ещё что? Почему ты это говоришь? Хо-хо-хо? Это мой злобный смех. Страшный, правда? Ты звучишь как маленький Санта-Клаус. Ну, типа, в крутом смысле. Захлопнись. Хо-хо-хо. Ну ты чё такая грубая? Ну ты же винушка. Ты серьёзно думаешь, что станешь... Что знаешь, как быть страшным? Ну, я... Ошибаешься. Чувак, пытающийся казаться крутыми, типа... Чувак, пытающийся казаться крутыми, типа, вроде тебя, реально бесят. Признай, ты не узнаешь страшное. Даже если оно схватит тебя и откусит твоё лицо. Это неправда. О, серьёзно? Тогда почему бы нам это не доказать? Бля, оно сейчас съест твоё лицо. И начнём мы с той части, где откусывают твоё лицо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, ладно, я понял. Спасибо тебе, лиловая девчонка. Чего? Спасибо, это было очень любезно с твоей стороны. Научить меня, как быть страшным и как злобно смеяться. Эээ, я не... А сейчас? Ха-ха-ха-ха, сейчас. Вас отмутузят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Счастливого Рождества. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спасибо. Думаю, это в каком-то смысле прогресс. Так, три... Кого-то. Я не знаю, что это. Да давайте предупреждать их. Так, а действия джинксари. Предупредить. Всех. Вы сражались и предупреждаете противников о Сьюзе. Все насторожились, окей. Ага, хорошо. Сражаться, люблю сражаться. Готовьтесь. Блеха. Оп, ага. Опа, ага. Ого, мозаика. Хорошо. Так, ни разу не задели? Или задели? Блядь, задевают. Так, пахнет картоном. Пощадить пока никого нельзя, да? Действия. Джинксари. Подружиться. Окей. Так, а ты у меня... А ты у меня будешь копить давайте очки. Хорошо. Вы едва приподняли палец и... Хорошо, вы выиграли, давайте дружить. А все? Сразу, что ли? То есть мне постоянно нужно предупреждать? Окей, я понял. Хорошо. Да ну бляха, больно. Так, пощада. Давайте всех разом-то. Крис сидит в Джинксари. Это тоже сидит в Джинксари. А это бьет, дура, хватит бить-то. Она вообще не подконтрольная мне. Всегда хотелось подружиться с кем-то. Ты бляха. Пахнет картоном. Пощада. Каким картоном? Кто вызывал картон, я не понял. Блядь, музяка меня качает, не могу прям. Вы видели, получено 71 темный доллар. Это темные доллары. Так, ладненько, давайте на этом заканчивать. Мы узнаем, что было в этой двери. Но в следующей серии, а пока что, Сьюзи или Ловый Изверг снова, уже третий раз в нашей команде. И мы на этом заканчиваем. Ссылка на подписание под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. И все, до встречи в следующей серии, в которой мы будем продолжить слушать эту охуительную, не боюсь этого слова, музыку. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.